давайте поговорим сразу про экспедиционный багажник экспедиционный багажник нужен для перевозки грузов на крыше автомобиля например туристического снаряжения или запасного колеса он защищает крышу от крупных веток и служит штативом для дополнительного света данный мой багажник крепится на шести креплениях то есть с этой стороны три крепления и с той стороны также багажники есть на короткую ниву есть на длинную ниву но хочу поговорить про минусы экспедиционных багажников единственный минус металлического именно багажника то что краска со временем порошковая все равно она тирается трется и начинает идти очень сильная ржавчина я буквально в том году его красил но как видите уже все равно ржавчина проступает здесь вот видно что ржавчина проступает и все у кого такие багажнике вы возможно тоже видели что по городу ездят такие автомобили они или ржавые некрасивые и нужно время чтобы их покрасить но вот здесь например видите поэтому в этом большой минус я заказал алюминиевый багажник покрашенный специальной краской по алюминию в черный цвет нашей группе телеграм-канал него 07 ребята проголосовали за то чтобы я его покрасил в черный цвет пришло две коробки то есть вот она верхняя на багажнике стоит в деревянном корпусе то есть можно было в транспортная компания сразу его разобрать поставить дрова лишние для бани или какой-то материал пригодится плюс идет еще одна коробка вторая коробка как я вам сказал здесь у нас по четыре штуки на сторону будут у нас крепление эти сейчас мы с вами снимем соберем посмотрим разницу по весу сына сняли довольно таки тяжелая вещь ну я думаю из-за леса тяжелые принципе там где соприкасается деревом как бы таких внешних признаков то что покорябали я как бы не вижу сейчас мы разберем и уже покажем вам то что находилось во второй коробке 8 креплений плюс метизы я думаю это наверно чтобы не корябать но это мы сейчас с вами дойдем до этого поначалу я думал что они пластиковые а потом вспомнил что это алюминиевый багажник то есть веса в принципе никакого нету металлические куски металла вот такие бы весили намного намного больше освободили его от дерева и багажник очень и очень легких мой кот пушок здорово как жив-здоров да тебе нравится пушок нравится тебе нравится а мне тоже понравилось в итоге он очень легкий я его одной рукой смотрите я у поднимаю одной рукой тот багажник который у меня установленный район надо снимать до косяки есть по транспортировке так вот он косяк покорябана краска в принципе но кое-где есть парни есть смотрится вот так здесь место у нас будем крепить с вами балочку в любую просверливаем какое крепление вам надо пожалуйста индивидуально для каждого из вас кто будет заказывать или кто хочет такой во первых на любой автомобиль они делают любой ваш вкус все оговаривается лазером не вырезали него 07 то есть можно было сделать две втулки крепления но мы решили вот так здесь сбоку тоже него 07 я считаю огонь плюс да есть то что он легкий сейчас наберем и уже дальше вам покажу по креплению 8 штук это упора как раз вам встает желобок вот это мы крепим вот таким образом в принципе все понятно далее просовывается вот такой болтик интересный вот таким образом цепляется крутишь и поджимается и таким образом крепится принципе сборка несложная я позвонил ребятам говорю инструкцию вас как-то нету как бы надо ложить они не перезвонили к чем проблема давайте вам поможем через одну крепится на пятидверку если вы берете теперь мы тот багажник час ними принесем сняли мы сыном лекционный багажник наш старый по весу так скажу вот этот вот багажник когда был в деревянной упаковке он легче нежели вот этот вот металлический то есть металла которая труба он очень очень тяжелый хотя на ниве стоял я принципе этого никогда не ощущал на данный момент до разница колоссальная алюминиевые багажники в этом выигрывает большой плюс плюсом к алюминиевому багажнику что можно сказать то что он не будет ржаветь этот багажник как я вам показывал в том году красил но все равно уже ржавеет здесь алюминий он легкий долговечный по нему также можно ходить я уже ходил переводить какие-то грузы всегда нравилось с металлическим листом но на данный момент будет у меня вот так сетку я не хотел но смотрится прикольно размеры одинаковые ширина что длина у нас получается одинаково да но плюсом здесь как я сказал а мой бренд моего youtube канала него 07 вы также можете у них заказать все телефоны ссылки и пять процентов кто от меня будет заказывать багажники все что хотите они вам делают с лазера вырезают любое наименование любая длина на любой автомобиль все ссылочки оставлю на ребят в первом закрепленном комментарии либо в описании под роликом а сценам пойдем устанавливать новый багажник от компании дрэф я установил алюминиевый багажник очень легкий смотрится вот так но я думаю шикардос место есть для балочки вот такая полочка здесь у нас есть я хочу другую балку поставить и так давайте я вам покажу поближе чтобы вы понимали что вы будете заказывать ножки все идут одинакового размера все легкие все с алюминия как видите труба уже изогнута под кузов вашего автомобиля да видно что сварочка потому что они вручную я так понимаю варят зачищено все покрашено красить не красить ребята на ваш взгляд сами оценивайте сами думайте как вам нравится сверху это выглядит вот таким образом каждую ножку идет по две скобы 4 гайки получается все это стягивается и потом вот такая пластиночка одевается дверь открывается ничего не мешает то есть она снизу ее поджимает ножка встает в углубление фиксируется жестко такой багажник я по нему ходил очень прочный надежный но это мое мнение что они варят ручную и потом все это защищают я считаю багажник огонь компания дрэф спасибо что сделали мне небольшую скидочку для приобретения да напомню кто будет от него 07 заказывать пять процентов скидка на любой автомобиль хоть на джип хоть на автобус да есть очередь конечно но я думаю она этого стоит не ржавеет легкий прочный я считаю огонь все ребята кому понравилось компания дрэф забегайте заказывайте но и вам спасибо что посмотрели и и Субтитры сделал DimaTorzok